14 февраля день святого Валентина. В Уфе под давлением неких борцов за нравственность отменили мероприятие с быстрыми свиданиями. Его заменят старой доброй дискотекой, на которой видимо знакомиться нельзя, а из танцев будут только хороводы. В Тюмени обратились к древнерусскому календарю и нашли замену навязанному западом празднику. Вместо дня святого Валентина там отметят день святого Трифона. Это такие народные гуляния с гаданиями насуженного, играми и чаем из самовара. Я вообще поддерживаю продвижение народных традиций, это классно, но почему это нужно делать вместо чего-то уже существующего? Почему всеми любимые праздники используют как повод для разжигания ненависти ко всему западному? Или, например, для путинской пропаганды? Потому что потому. В Татарстане устроили автопробег в честь Путина. Видимо, участники не знают, что день святого Валентина теперь от лукавого того и гляди, могут привлечь за какую-нибудь угрозу национальным интересам. В Кремле отрицают не только день святого Валентина, но и все, что связано с переизбранием Путина. В дебатах он не участвует, удостоверение кандидата отправляет за себя получать Машкова, да и никакой предвыборной программы он публиковать не собирается. Озвучит мысли по дальнейшему развитию страны во время послания к федеральному собранию в конце февраля. Но могу уже сразу предположить, о чем он будет говорить. Война, которая настолько сплотила традиционные ценности и все в таком духе. Мне кажется, чать GPT придумал бы речь лучше, чем путинские политтехнологи. Видеть его программу предвыборную простым гражданам не позволено, как и самого Путина. В Екатеринбурге водителям трамваев раздали вот такие памятки перед визитом Путина. Как вести себя при виде кортежа президента? Уступить дорогу, не двигаться и не выпускать пассажиров. Правильно, то и при виде настоящих людей Путин может испугаться и убежать в бункер. К другим новостям. В Томской области и в селе Бокчар рухнула крыша ледовой арены. Не выдержала давление снега. Но смею предположить, что не выдержала она в первую очередь количество денег, которые своровали при ее постройке. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 10 годам колонии 67-летнюю пенсионерку. Женщину обвинили в теракте за попытку поджога военкомата. На суде она говорила, что стала жертвой мошенников. В июле прошлого года ей позвонили якобы сотрудники банка и заставили взять кредит. А потом псевдокураторы из ФСБ и СК заставили пенсионерку устроить поджог в обмен на погашение долга. Поджог не удался, у здания военкомата загорелась лишь дверь, которую быстро потушили. Также во время следствия женщина возместила ущерб, но ее все равно отправляют в колонию. Это не новость, но путинские силовики просто звери. Три недели понадобилось властям, чтобы ввести в действие закон о конфискации имущества по политическим статьям Уголовного кодекса. Его сегодня подписал Путин. Юристы предполагают, что арестовывать недвижимости и ценности будут еще на этапе следствия. В Кремле же не видят причин для беспокойства по поводу этого закона. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил априори высказывать какую-то обеспокоенность, считаем беспочвенным, чтобы это не значило, и предложил в будущем оценивать практику правоприменения. В возбесте учительница 27 раз уколола 9-летнего мальчика циркулем. Во время экзекуции она повторяла, тебе нравится? Нравится, не нравится, терпи, моя красавица, надо исполнять. Кроме того, уральская Долларес-Амбридж еще и разделила класс на три касты – активистов, обычных и изгоев. Последним она запрещает бегать на перемене и не выпускает в туалет. После того, как отец ребенка увидел вот это на руке сына, он отвел его в травмпункт, а затем написал заявление в полицию. В школе начали проверку, правда, сейчас ее приостановили, потому что учительница якобы на больничном. В новую поликлинику Барнаула за почти 2 миллиарда рублей пускают жителей только одного из районов города. Главврач-депутат, естественно, от Единой России, жалуется в соцсетях на пациентов, которые начали ходить в новое здание больницы. Ранее власти региона рекламировали ее как, цитата, суперполиклинику с самой современной техникой и рассчитанной на 900 посещений в день. Но Единорос хочет обслуживать только жителей одного района, потому что другие жители якобы увеличивают нагрузку на врачей. За неделю было отказано в приеме 500 человек. Такой признак путинской России. Построили что-то масштабное, деньги освоили, а пользоваться нельзя. Системно решать проблему некачественной медицины эта власть уже даже не пытается. Президент Украины в ближайшее время поедет в турне по Западной Европе, чтобы призвать выделить больше денег для Украины. Все из-за сокращения поддержки от США. В планах Зеленского посетить Берлин, Париж, Лондон и, вероятно, выступить на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в эти выходные. В Туркменистане происходит что-то ужасное. Полиция и служба безопасности страны устроили рейды по проверке школьниц на нравственность. Учениц заставляют проходить гинекологический осмотр, чтобы подтвердить их девственность. Проверку объясняют необходимостью оценки нравственной чистоты девочек и предотвращением подростковой беременности. Разрешение у родителей и учениц, конечно же, никто не спрашивал. Списки девушек, у которых были половые связи, передают в местные органы полиции и Министерство национальной безопасности. Еще один удар в спину Путина. Парламент Узбекистана принял в первом чтении законопроект, который позволит банкам отказывать в открытии счета под санкционным лицам. Таким образом, правительство страны хочет подстраховаться от вторичных санкций и разрыва отношений с другими банками мира. Российские войска дважды за ночь обстреляли город Селидово в Донецкой области. По словам местных властей, в результате атаки три человека погибли и еще 12 пострадали, среди них дети. В результате первой атаки были полностью разрушены 12 квартир в одном из подъездов многоквартирного дома. Уже спустя несколько часов город вновь подвергся обстрелу. В областной военной администрации сообщили о повреждении одного из корпусов больницы. Погибли трое людей. 38-летняя женщина, находившаяся в больнице на сохранении беременности, и 36-летняя мама с 9-летним сыном. Самому старшему пострадавшему 76 лет, а младшей завтра должно исполниться 6 месяцев. Около 100 пациентов Селидовской больницы власти перевозят в больницы Покровской и Мирнограда. О возможном скором закрытии границы россиян предупредила Эстония. Информация об этом размещена на сайте эстонского ведомства. Также, по данным журналистов, при выезде из Эстонии россиянам раздают листовки. В них сказано, что пересекающие границы могут не вернуться обратно. Подобные меры Эстония может принять из-за того, что Россия якобы сознательно направляла на границу, цитата, группу иностранцев, у которых нет законного права на въезд в ЕС. В случае закрытия погранпункта маршрут может удлиниться на несколько сотен километров, утверждают в ведомстве. Отмечу, что в ноябре прошлого года КПП на границе с Россией закрыла Финляндия. В качестве причины финские власти также указывали большее количество граждан третьих стран без права въезда в ЕС. Несколько сотен человек задержаны. Некоторым после допросов даже не возвращают паспорта. В Беларуси прошла облава на людей, которые выражали солидарность с политзаключенными. Некоторые из задержанных просто писали письма в тюрьмы, после чего имена отправителей вносили в список. Затем СИЗО и колонии передали эти данные сотрудникам КГБ. Об этом пишет Наша Нива, ссылаясь на свои источники. Как утверждается, облава началась еще 23 января. Люди, которых задержали в первые дни, рассказывают, что следователи уже были уставшие. Между собой они говорили, что не спали 4 дня. По информации Нашей Нивы, звучала и цифра задержанных – 700 человек. Шла ли речь о всей Беларуси или об определенном регионе неизвестно. Примечательно, что большинство задержанных – это непубличные пожилые женщины, которые оказывали простую помощь политзаключенным. Самый пожилой из известных задержанных – 82 года. Кого-то задержали за отправку писем, некоторых за банковские переводы в размере лишь пары долларов. Например, 61-летнюю гомельчанку Елену Тотскую поместили в СИЗО за то, что она когда-то ходила на политические суды в Гомеле. На сегодняшний день правозащитникам известны имена 229 задержанных и 24 человек, подозреваемых по уголовным статьям. Шалава, Лох и Бухалова останутся на российской карте. Партия «Новые люди» отозвала законопроект о запрете оскорбительных названий поселков и городов. Авторы закона Владислав Даванков и Антон Ткачев отозвали его 12 февраля. Об этом стало известно из данных на сайте Госдумы. Депутаты считали, что из-за таких названий из сел и городов уезжают жители. Например, по словам Даванкова, в партию «Новые люди» пришло письмо из деревни Шалава. В нем утверждалось, что жители годами не могут сменить название. Из-за этого покидают свои дома. Как оказалось позже, из Шалавы люди уезжают, потому что там нет ни дорог, ни аптек, ни больниц. Глава администрации великосельского поселения Ярославской области, где и находится вышеупомянутая деревня, подтвердил, что ее население действительно уменьшается с каждым годом. Но причина этого не оскорбительное название, а отсутствие нормальных условий жизни.